И лишние какие-то ошибки, которые были до этого, уже исчезнут. И ты такой, блин, а ещё батя в Кэш оф Клан срубится где-нибудь в туалете. У меня в группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 5000 рублей. И отключаешь вот эти все тумблерочки. Хей, здарова дружище, я с тобой Серёга Сайбербанана. И ты часто у меня спрашиваешь, как понизить пинг в Counter-Strike? Да и в принципе в любой другой игре. Я знаю ответ на этот вопрос, я подготовил для тебя несколько лучших способов, которые действительно тебе помогут. Интересно? Присаживайся поудобней, нажимай лайк, начинаем. Залетаем на сайт hellstore.net и сегодня мы поиграем в классики и немножко в коинфлип сразу же. Поэтому в классике сразу, у меня уже выкуплено несколько предметов, я поставлю вот эти 4 предмета. Общей суммой всего лишь в 22 доллара. Но и пока лидирую я 91%, как вы видите сверху. И я готов в принципе сейчас показывать свою доминацию на этом сайте. Да ладно, парень залетел, 64% у него, у меня всего ли... Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай, родной, Серёга. Серёга, ты можешь, я верю в тебя, я верю в удачу, ну-ну-ну-ну-ну, так-так-так-так-так, стопы-стопы-стопы-стопы-стопы. Летим сразу же теперь в коинфлип и дальше находим парнишку, который, я вижу, тут хочет серьезненько со мной пободаться. Окей, я готов. Давай, монетка, сделай мне оранжевую. Полетело, полетело, полетело. Нет, не сейчас, но классик я забрал. Ну и для тебя, конечно же, подгонщик. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод cyberbanana и получай 60 центов себе на счет. В общем, все ссылки в описании. Буду все рассказывать простейшими словами, как вы любите. И самый первый важный совет, и вот смотри вот туда, видишь, подключен через кабель. Что это означает? Если ты играешь через Wi-Fi, это большая проблема. Например, ты играешь в Control, у тебя пинг скачет. Параллельно ты туда вот заглядываешь, смотришь, а там маманька сидит и смотрит сватов. И ты такой, блин, а еще батя в Cash of Clans рубится где-нибудь в туалете. И они все просто дербанят твой интернет. Но если ты сделаешь то же самое, но подключишься через кабель, то у тебя проблема решится, на самом деле, частично. Если тоже где-то загружен будет интернет, то все равно твой интернет будет расходоваться. Поэтому смотри первое, что не играя Wi-Fi. Второе, смотри, чтобы сильно не дербанили твой интернет. Окей, вот тебе первый совет, поехали ко второму. Стой, 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 подожди, сейчас все будет. Но изначально хочу сказать, что у меня в группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 5000 рублей. Первая ссылочка в описании обязательно участвует. Ты можешь выиграть как из скины, так и обычные денежки. Кстати, насчет обычных денежек. Каждое видео проводим такой розыгрыш. Тебе просто нужно подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И ты забираешь 200 рублей. А с прошлого видео забрал 200 рублей вот этот парень. Окей, второй совет идет сразу же после первого. И когда ты свой кабель вставил в компьютер, тебе нужно обновить драйвера. Что это означает и как это делается? И если даже у тебя такой вопрос. Так у меня давным-давно вставлен кабель и вроде все нормально. Нет, все равно тебе нужно обновить свои драйвера. Где это искать и как это найти? Итак, нажимаешь на вот эту сеть, после чего открыть параметры сети интернета. И тут настройка параметров адаптера. И вот здесь ты копируешь название, а лучше переписываешь, чтобы немножечко пальчики запомнили раскладку клавиатуры. Итак, Realtek, CPI, и так далее, и так далее. Ты это вставляешь уже в поиск Яндекса, Гугла и прочего. Дальше находишь драйвера с официального сайта. Скачиваешь, устанавливаешь. Там автоматические обновления. Там сам все найдешь. Сделаешь это, и у тебя уже будет хороший приток интернета. И лишние какие-то ошибки, которые были до этого, уже исчезнут. Обязательно проверь это. Это реально рабочая тема. Ты можешь мне не верить, но когда ты это сделаешь и увидишь, что у тебя реально заработало, ты придешь сюда на это видео и поставишь лайк. Вот и плавно перешли к третьему совету. И что здесь я хочу тебе донести. Ты из автозагрузки отключаешь абсолютно все. Всякие торренты и прочее. Оно съедает твой интернет. И сейчас очень важная тема. Выключи антивирус. Почему, спросишь ты, как выключить антивирус? Это же важная тема. На самом деле, когда пакеты приходят к тебе в компьютер и обратно с твоего компьютера на сервер, у тебя антивирус проверяет все пакеты, чтобы не было никаких проблем. За счет чего антивирус съедает твой интернет. Вот и все. Попробуй отключи, проверь. И я уверен, это также сработает. Окей, давай теперь покажу, где выключить в автозагрузке абсолютно все. Итак, в любое место, где пуск, нажимаешь правой кнопкой мыши, дальше диспетчер задач. Теперь летишь, вот здесь есть кнопочка автозагрузка. Заходишь сюда и вот посмотри теперь. Видишь, у меня очень много чего отключено. Как отключать, на примере, видишь, дескоп-календарь. Правая кнопочка мыши, отключить. И также обратно, если надо будет, правая кнопочка мыши, включить. Все. Отключаю все, проверяю, что ли у тебя хорошо, интернет жрется, не жрется. И просто кайфуешь. В принципе, вот тебе третий совет. Летим уже к четвертому. Обращение лично к тебе, дружище. Меня смотрят 70% без подписки. Подпишись, поставь лайк, сделай мне приятно. Моя цель 100 тысяч подписчиков в конце года. Давай, мы это просто вместе с тобой пройдем. Также в описании ты найдешь. Дискорд, Инстаграм, я тебе говорю. Даже группа ВКонтакте, все тебе понравится. Просто будь со мной, и я тебя не подведу. Посмотрев прошлый способ, ты такой, да у меня нет антивируса, плюс автозагрузок я все убрал, и все равно высокий пинг. Что делать дальше, спросишь ты. Хорошо, объясняю. Проверяешь свой компьютер на вирусы, но не скачивай каких-то жестких там программ антивирусов, которые будут жрать у тебя интернет, да всю твою систему. Ты просто скачиваешь Куррейт. Что такое Куррейт? Это утилита, кстати, интересная, которая не нагружает абсолютно твой компьютер. Заходишь в любую поисковую систему, и в поиске пишешь по-русски прям Куррейт, и все, самый первый сайтик залетаешь. И теперь, смотри, вот есть такая тема. Скачать ДРКуррейт. Скачиваешь его, нажимаешь проверить, а он тебе все проверяет, лишнее удаляет, чистит компьютер, и все. После чего ты эту утилиту можешь спокойно удалять, и со спокойненькой, чистой душой, с хорошим обновленным компьютером, без всяких вирусов, спокойненько тузишь. Я тебе говорю, эта тема работает по сей день. Я уже о ней говорил, наверное, год назад, и буду говорить, говорить, это действительно единственный антивирус, который всегда меня вручал. Именно меня. Тебя посмотрим. Потом напишешь в комментариях, помог ли тебе этот антивирус. Пятый совет поможет именно тем, кто пользуется Steam, кто играет в Counter-Strike, в Dota, PUBG и так далее. О чем идет речь? Смотри, правой кнопкой мыши нажимаешь на Steam, дальше настройки, летишь в загрузки, здесь есть регион загрузки. В двух словах попробуй тебе быстро все объяснить. Смотри, если тут регион загрузки написан примерно Лос-Анджелес, а ты живешь в Санкт-Петербурге, то загрузка к тебе на компьютер, да и вообще пинг и прочее будет высокая, потому что это где-то хрен знает где, далеко. Но если ты живешь в Санкт-Петербурге и регион загрузки ты ставишь также в Санкт-Петербург, то пакеты быстро будут передаваться к тебе на компьютер и обратно. За счет чего? Ну и пинг поменьше, и загрузочка побыстрее, и вообще никаких лагов у тебя не будет. Согласен? Я думаю, ты понял, о чем речь. Но вдобавок здесь пару галочек тоже нужно выставить. Допустим, разрешать загрузки во время игры, галочку убираешь, понимаешь, да, потому что у тебя будет поджирать интернет. Огречения скорости загрузки до тоже не надо, галочки никакие не ставишь. Замедлять загрузку во время трансляции. Вот здесь галочку обязательно надо поставить. Ну и напоследок обязательно очистить кэш загрузки. Это вдобавочек тебе прибавит немножечко FPS. Поэтому это тоже сделай, ну и лаги лично не уберет. Окей. Пятый способ, я думаю, тебе понравился. Лайкусик, комментарий сказать, что да, Серега, ты красавчик. И летим к шестому способу. Все мы знаем, что Windows 10 любит запихивать палки в колеса. Но сегодня мы эту палку запихнем ему обратно. Сегодня мы уберем все обновления. Мы уберем также всякие угрозы, которые там якобы он нам делает. На самом деле он жирает наш интернет и жирает наши ресурсы компьютера. В общем, летим в пуск. Дальше. Настройки. После чего обновление и безопасность. Здесь либо приостановить обновление на 7 дней нажимаешь, либо дополнительный параметр. Естественно, сразу лучше дополнительный параметр, чтобы не париться. Выключаешь абсолютно все здесь галочки. И вот здесь, где приостановить до, ставишь максимальное число, которое только возможно. Все. Тебе будет написана вот такая тема. Обновления приостановлены. Это означает, что у тебя не будет никаких обновлений загружаться во время игры, либо просто нагружать твой компьютер. Все. Вот в принципе здесь ты уже можешь остановиться. Но лучше всего, добавок еще, зайти в безопасность Windows и отключить защиту от вирусов и угроз. Нажимаешь сюда, после чего управление настройками и отключаешь вот эти все тумблерочки. За счет чего у тебя опять же будет FPS плюс и пинг минус. Летим дальше. Теперь, когда ты это все решил, нажимаешь опять пуск, опять настройки. И теперь игры. Вот здесь так, видишь, Xbox нарисована такая картиночка. Здесь отключаешь первое меню игры. Отключил клипы. Здесь также отключил, отключил. Игровой режим включил. Это тебе тоже очень сильно поможет. И все. Радуешься жизни. В принципе, шестой совет закончен. Обязательно жду от тебя лайкусик за эти множество таких хорошеньких советов. Седьмой совет будет заключаться крайне прост тем. Берешь телефон, ищешь название своего провайдера, номер телефона. Звонишь и говоришь, ребят, у меня большие проблемы с пингом. Помогите мне, пожалуйста, я не могу играть. Мне придется поменять провайдера. Они такие, хорошо, хорошо, мы все решим. Они там в итоге делают какую-то, расширяют канал там, или как-то, они что-то там по-умному мне говорили, говорили. В итоге, через некоторое время, у меня пинг стал в два раза меньше. У меня был, ну ладно, не буду петушиться. Пинг был 15, Контра Страйк. Он стал у меня 7, 6, а то и 5. А что, сразу нельзя было сделать, да? Они там, что-то махинации какие-то у них есть, чтобы, видимо, сеть растягивать, как можно больше. А когда ты начинаешь жаловаться, они все окей тебе поправляют. Поэтому обязательно позвони, это действительно тебе поможет. Понравилось видео? Помогли способы? Спасибо тебе большое, что досмотрел это видео до конца. Я желаю только тебе одного, чтобы у тебя все получилось. Ну и давай, посмотри вот это годное видео и участвуй в конкурсе. Давай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok